Здравствуйте, привет, онлайн, Владивосток и все города. У нас только закончился поток по когнитиноподимической терапии, ребята вы только покинули помещение, вы на их место сели. Музыку, шавел, поверни, пожалуйста. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы вам ответить на вопросы по поводу курса. Я расскажу, что мы изучаем и вообще кто мы. Греева Элимир Маратовна вам расскажет более подробно об учебной части и о том, чем вы будете заниматься. Соответственно, ваш вопрос приветствуется, у нас есть микрофон в зале, в чате вы тоже задаете вопросы, мы из чата читаем. Все наши студенты, кто участвует онлайн, они также полноценно являются нашими студентами со всеми мучениями на экзаменах, на коллоклиумах и на практике. Поэтому, если вы дистанционно или вы очно и будете смотреть онлайн, легче вам не будет. Везде будет сложно, но важно и полезно. Давайте тогда начнем с того, почему я сделал эту программу и вообще, собственно говоря, что мной двигало. Все вы знаете, может быть, кто-то не знает, что я 15 лет занимаюсь психотерапией неврозов, психологическим консультированием. В 2006 году я когда-то столкнулся с паническими атаками, с кардиофобией. У меня было в основном больше страх за сердце и именно панические приступы, где я не понимал, что происходит. Я был уверен, что это сердечный приступ. У меня не было мысли, что я схожу с ума, у меня не было мысли, что я теряю контроль, но было точно убеждение, что со мной что-то вот-вот происходит. Это происходило и в парикмахерской, и в солярии. Это происходило и в маршрутках, и в метро, и дома. И я, в общем, хоронил себя каждый день, так сказать. Это был шестой год, и тогда не было ютуба, блогеров, пабликов, и приходилось искать, в общем-то, литературу самостоятельно. Так и наткнулся на книги Курпатова, Мясищева и Кровосарского. У нас представлены их фотографии. Да, выше чуть-чуть. И, соответственно, патогенетическую терапию я изучил на себе и справился с этой проблемой. И в 2008 году в Одноклассниках я стал вести группу, которая так и называлась ВСД и панические атаки. Это была, по-моему, одна из первых групп вообще в социальных сетях, которые об этом говорили. И, собственно говоря, суть заключается в том, что я думал, что я один такой, с какими-то странными приступами. Но когда я сделал группу, и в эту группу стали писать 10, 20, 30 человек в день словами. Ой, у меня так же, помогите, что делать? Ну, эта группа стала разрастаться. В итоге я устал. Три года я где-то ее вел. Отвечал всем одним и одно и то же, что они не умрут, что надо делать. И решил снять видео. Выложить его в YouTube. Для того, чтобы ссылку прикрепить в Однокласснике. Выложил, улетел отдыхать, прилетел. У меня там куча неотвеченных сообщений. Как вас найти? Помогите. Только вы объяснили. Ну и, в общем, я стал снимать второе видео, третье, пятое, десятое, двадцатое. Так я стал блогером. И потом меня стали троллить в интернете, в форумах различных. И я пошел учиться в институт психоанализа. И то тогда я был уверен, что я не буду работать по профессии. Просто я буду учиться. И на этом как бы все. Но на середине где-то обучения я понял, что я хочу заниматься новой профессией. И у меня, в принципе, неплохо получается. Ну и так я стал потихонечку вести частную практику. 330 рублей, 550. Я помню, у меня был очень болезненный невротический момент. С 330 перейти на 550. Я подходил к трем преподавателям в институте со словами, мне нужна супервизия, у меня внутренний конфликт. Я беру 330 рублей по скайпу и хочу 550 брать. И они говорят, и что? Я говорю, у меня проблема. Я не могу. Они говорят, а в чем прикол 150 рублей? В чем что случится? Ну как? А я могу взять 550 рублей уже? Ну в общем, да. Много чего пришлось с собой сделать. Кто смотрит мой YouTube и видел ролики в 2011 году, и в 2021 году, видит наверняка разницу. При том, что я не читаю тонну литературы, я не компилирую книги в голове, как это делают многие мои коллеги. На мой взгляд, это всегда проигрывает, особенно в долгую, когда ты можешь прочитать 10-20 книг, скомпилировать их во что-то. Но если ты это сам не родил, сам не пришел к чему-то, помимо парадоксальной интенции для панических атак, вряд ли это можно назвать психотерапией, каким-то талантом психотерапии. 15 лет я веду частную практику, 18 с половиной тысяч часов именно частных консультаций, не считая вебинаров. Сейчас я задействован в российском телевидении, где мы популяризировать будем психологию, психотерапию широко, так сказать. Продолжим то, что делал Андрей Владимирович Курпатов, и будем нести это тоже в массы. И мы с Эльмиром Маратной как раз в 20-м году основали школу. Это виток эволюции и мой, и Эльмиры. Потому что мы поняли, что клиентов все больше и больше, спрос все больше и больше, и нас все больше и больше спрашивают, кому пойти на терапию. «Порекомендуйте кого-то в Питере, в Москве, в Самаре, в Севтывкаре, в Владивостоке». А мы разводим руками и говорим, ну некого особо порекомендовать-то. И это стало проблемой. И я еще год назад в голове родил программу, которой нет в России, потому что я рожал программу, Эльмира потом ее подхватила и внесла много своего дополнения. Я в эту программу вносил то, чего нет в российском образовании в принципе. Потому что если вы учились в вузах или вы где-то там еще проходили переподготовку, то вы сталкивались просто с неким количеством предметов, которое просто начитывалось, и потом предполагалось, что из этого всего начитанного количества предметов вы должны стать неким специалистом. Но на самом деле это абсолютно нерабочая схема, потому что если мы хотим сделать специалистом, мы должны всегда думать о конечной точке, кого мы хотим выпустить. Вот мы с Эльмирой сели и задались вопросом, кого мы хотим выпустить. И мы поняли, что мы хотим выпустить сильных, качественных консультантов, такие как я, такие как Эльмира, востребованные, эпатажные, современные, научные, немножко ебанько, но эффективные. И мы задались вопросом, а что должны знать, и что должны уметь эти люди для того, чтобы действительно быть эффективными. Исходя из этих вопросов, мы поняли, какие предметы необходимы. Поэтому мы сделали очень большой упор на физиологию, Эльмира вам об этом расскажет подробно. Мы сделали большой упор на психофизиологию. Мы сделали уникальный в России курс «Философия стоицизма» профильно для психотерапевтов. Мы сделали уникальный курс «Психиатрия» для психологов. Это все входит в вашу программу. «Психиатрию» вам читает человек, который лично пишет клинические рекомендации по психофармакотерапии тревожных расстройств. Ребята, кто читает у нас «Физиологию мозга» и «Физиологию тела», это научные сотрудники очень серьезных организаций. Вы все видели сторис. Это и Меркуриев, и Мартынов. В следующие выходные он уже приезжает. И он работал, когда Александр Владимирович, в его академии, по-моему. И, в общем-то, все наши преподаватели – люди науки. И для нас доказательная медицина, для нас наука, для нас отсутствие эзотерических, концепция – это очень важно и значимо. В общем, так вот с Эльмирой Маратной мы придумали программу и поняли, что если студент охватит те знания, которые мы туда внесли, невозможно не быть эффективным психотерапевтом. Объясню, почему. У нас есть несколько этапов психотерапевтического консультирования. Первый этап – это информирование. Второй этап – это диагностика и коррекция. Вот с помощью видеоканала «Невроза мегаполиса» на Ютубе очень много людей избавилось от панических атак, просто посмотрев это видео. Это называется информирование. Но это не психотерапия. То есть информирование – это общее первичное информирование о том, что с ними происходит, почему такое происходит, почему у вас закрепляются привычки, как привычки связаны с аксональными шипиками, что такое синапс, что такое аксон, что такое вегетативная нервная система, что она делится на три части – симпатическая, парасимпатическая и метасимпатическая, почему нельзя умереть от вегетативной активации, что такое адреналин, как он выбрасывается, для чего и так далее и тому подобное. Все это вы будете изучать, и это важно, чтобы вы правильно объясняли вашим клиентам, что с ними происходит. Ну и второе. У нас идет уже большой пул такой психотерапевтического воздействия. Я сделал невозможное, я привез в Москву, в Питерскую школу психотерапии, и лично Сергея Александровича Подсадного, это ученик Бориса Карвасарского, это человек, который из первоисточника обладает прекрасными знаниями и методологией в области личностно ориентированной реконструктивной психотерапии. Помните, тему внутренних конфликтов, тему исторического, обсессивно-психостенического, невростанического и смешанного внутреннего конфликта, который я всегда вам рассказывал. Это не мной придумано, это придумано в клинике неврозов имени Бехтерева, нашими российскими академиками и людьми науки. И термин внутренний конфликт при невротических расстройствах не мной был создан, он был создан давным-давно и доказан. Клиника неврозов имени Бехтерева. Также они доказали, что от неврозов никто еще не заболел никаким заболеванием в докторской диссертации. Соответственно, вы будете изучать когнитиноподенческую терапию, патогенетическую терапию, физиологию, психиатрию. Об этом подробно мы сейчас вам расскажем и покажем. Что еще хочется сказать? В нашей стране серьезная проблема с образованием. Опять же, именно ввиду того, что нет программы, которая отвечает на запрос клиента. Вы вроде как купили, посмотрели, но не выходите и понимаете, а как работать-то. В нашем случае мы сделали так, что у вас нет вопросов, как работать. Далее. Мы сделали большой акцент на практике. Вы видели все мои разборы кейсов в Инстаграме и в Ютьюбе. И я буду учить вас разбирать также кейсы, потому что вы должны не только информировать человека и стать популярным говорящим человеком, но еще уметь разобрать человека и предложить ему что-то большее вместо его защитных механизмов невротического регистра. Соответственно, мы будем с вами учиться очень много. У вас обучение разделено на модули. И самый последний модуль – это мой модуль, где я, все знания физиологии, патофизиологии, нейрофизиологии, психиатрии, философии, когнитинопоеденческой, личностно-ориентированной, реконструктивной, дифференциальной диагностики врачи у вас будут лучше, аритмолог Москвы. Аритмолог. Не Вася Иванов в пижаме, а аритмолог, который практикует абляцию высокочастотную, который всю свою жизнь посвятил нарушением ритма. И вот мы сидели, когда общались, он говорит, ребят, какие вы молодцы, потому что у меня каждый второй пациент, не мой пациент, не пациент кардиолога, пациент психолога. И нам, кардиологам, приходится объяснять. Но не у всех кардиологов есть время объяснить, что такое экстрасистола и почему она возникает из-за такой нарушения ритма и какие они бывают. В общем, врач-аритмолог вам все это расскажет. Другие врачи у вас будут. Сейчас с Эльмирой все это поподробно я тоже расскажу. Я никогда не снимаю видео или не делаю какие-то продукты, за которые мне стыдно. Потому что эта школа, этот продукт, и мои выпускники, это фактически наше с Эльмирой такое детище, и нам не должно быть стыдно. Поэтому мы ввели очень строгую систему контроля. Она не ужасна. Вот у нас есть Мария, учится на первом потоке. Можете к ней потом подойти, задать ей вопросы, как ее мучают. Но после каждого предмета у вас экзамен. Онлайн сдает специальные программы, очень удобно. И пользуется высшая школа экономики. Эльмир вам расскажет, я думаю, про это. Нет никаких проблем. Главное – это собраться с мыслями и пройти вот этот этап физиологии, психиатрии, выучить, понять, задать вопросы. И потом на шестом модуле мы все это будем объединять. В результате вы получаете диплом гособразца, где будет написано «имеет право вести частную практику в сфере психологического консультирования». Точно такой же, как есть у меня. Соответственно, я веду практику, как вы знаете, уже много лет с дипломом «психолог-консультант». Только там написано просто «психологическое консультирование общее». А у нас будет написано «психологическое консультирование именно тревожных расстройств». Именно тревожных расстройств. И там будут дисциплины. Соответственно, профиль тревожных расстройств – это очень такая большая проблема, с которой мы столкнемся в ближайшие годы. Даже без ковида это очень востребовано и очень, как вы понимаете, значимо. Каждый второй блогер у нас сегодня с паническими атаками. И говорить о своих психологических проблемах я вот вангую, будет все более и более популярна в течение одного-трех лет. А постковидная астения, которая сейчас у большинства людей начнется, актуализирует и манифестирует невротические расстройства. А у нас нет такого количества специалистов, куда им обращаться. И вы должны занять это место. И вы должны всех этих людей будете принять, вести и им помогать. Без работы вы не останетесь. Вот поверьте. Я не знаю, что надо сделать, чтобы остаться без работы психотерапевта тревожных расстройств в реальности сегодняшней. Но надо просто сидеть, не знаю, там, в Ухасранске и просто забрикадироваться. И то там кто-то постучится со словами «мне плохо». Ну, маркетинг у нас есть, блок специальный, который помогает вам развиться в профессии, построить личный бренд, как-то дифференцироваться от всех говорящих голов в интернете. Давайте я тогда передам слово Эльмире Маратовне. Она расскажет поподробнее о программе. И потом я опять к вам вернусь и познакомлю вас с нашими преподавателями. Спасибо. Здравствуйте. Уважаемые наши гости. Да, впрочем, я понимаю, что здесь собрались люди, которые как минимум неравнодушны к тому, чем мы занимаемся. И очевиднее всего, это люди, которые хотят пойти к нам на обучение и пришли с нами чуть поближе познакомиться. И сегодня мы будем обсуждать с вами такие важные вещи, в первую очередь, это чем наше обучение в Школе эмоционального интеллекта и психотерапии отличается от стандартного обучения в УЗИ. Алексей уже, ну так, частично рассказал про это, закинул удочку. И моя задача сейчас по факту снизить у вас немножечко такой уровень тревоги, потому что когда наши люди, ну, будущие студенты, видят программу просто с первого блока, физиология, что, как. А когда они еще видят темы, которые там будут обсуждаться, количество часов, и зная, как у нас проходят итоговый контроль, ну, достаточно много людей начинает беспокоиться. Вот. И моя задача, и вот у нас даже, еще раз повторюсь, сидит наш студент с первого потока, все действительно там беспокоились, но, как видите, человек улыбается, и, кажется, он счастлив. Вот. Это прекрасно. Помимо этого, также я вам расскажу, в чем заключается наша миссия. Это же очень важно, потому что эту миссию мы будем передавать вам, и вы будете ее нести дальше в люди. И это первая такая часть, которая отличает нас от большинства, скажем так, похожих образовательных проектов, которые тоже занимаются доп. образованием, которые также выпускают вроде бы как психологов. Но если спросить, а давайте сейчас с вами проведем небольшую аналитику, поднимите руку, кто учился на психолога в УЗИ. Есть у нас сегодня такие? О, как интересно, замечательно. Учитесь. Вам объясняют, в чем ваша миссия? Пока нет. Я не люблю. А вот выпускники? Нет. Вот, собственно, это то, что мы вас вложим в будущем. Далее мы вам расскажем про наши ценности. Может быть, кто-то видел вводный урок, который вела я непосредственно. Это было первое занятие первого потока. Его выкладывали на YouTube-канал. Вы можете с этим ознакомиться. И там я очень долго и подробно рассказывала про то, что такое фундамент студента школы эмоционального интеллекта. И первый час все смотрели вот с такими вот шарами. То есть они не понимали, что здесь происходит. То есть это была ситуация очень интересная, но ничего не понятно. Но в конце, когда эта единая картинка складывается в общий фундамент, становится понятно, какие же все-таки ценности несет школа эмоционального интеллекта и почему это так важно. Также мы вам расскажем про самое главное, про нашего так называемого общего ребенка с Алексеем. Это непосредственно вот этот базовый курс, который завез, базовой программой психолог-консультант коррекции тревожно-фобических расстройств. Мы вам объясним, почему мы по факту изменили содержание программы профпереподготовки специалистов, которые занимаются тревожно-фобическими расстройствами. Это тоже очень важно, и это будет вас отличать от большинства людей на рынке. Ну, также мы вас познакомим непосредственно с этой программой обучения более детально. Она у вас у всех лежит на столах, вы можете ее почитать, ознакомиться. Она даже немножечко видоизменилась с нашего последнего дня открытых дверей. Также мы вам, ну, я думаю, вы сами поймете, какие результаты вы получите в конце обучения. Да, это безусловно, это будет диплом, который будет предоставлять вам право на ведение новой профдеятельности, но помимо этого будет масса других вещей, которые заложены в эту программу, которых вы также узнаете. В конце мы ответим на ваши вопросы, и сейчас начнется самое интересное. Знаете, я очень люблю статистику, потому что я такой заядлый приверженец и агитатор доказательной медицины, а без статистики в доказательной медицине никуда. Поэтому к чему бы не прикасались наши руки с Алексеем, мы начинаем со статистики. И вы наверняка неоднократно о нас слышали, что психолог-консультант это профессия будущего. Слышали же, наверное, уже постоянно об этом говорим. Как вам кажется, почему? Спрос. Так, еще какие-нибудь варианты? Как вам кажется, вы пришли учиться в будущем на психолога-консультанта. Вот как вам кажется, почему эта профессия будущего? Давайте с вами немножечко поразмышляем. Спрос. А по каким причинам? Как вам кажется? Возможно, в Америке гораздо больше есть на практике. Да, где-то там их больше. Да, это, кстати, очень верно. Мир меняется, да. Но вот все, что вы назвали, это действительно так. То есть спрос, где-то там в каких-то странах специалистов больше. И у нас сейчас идет пандемия не только коронавируса. Наша пандемия еще заключается в том, что в нашей стране уже очень долгие-долгие годы люди страдают от такого непонятного диагноза, как соматофорная вегетативная дисфункция. Каждый второй. Поднимите руки, кто когда-нибудь сталкивался с паническими астраками? А мы что, можно? Давайте, давайте. Отлично. Отлично. А теперь поднимите руку, кто болел ковидом? Угу. кто сталкивался с психоэмоциональным напряжением в своей жизни? Психоэмоциональным. Угу. Как интересно. Вот почему психолог-консультант это профессия будущего. И да, безусловно. Многие из-за этого идут учиться. и начнем мы со статистики, как я уже сказала. В ЦИОМ провели опрос, и они получили достаточно интересные данные, что 66% россиян при возникновении проблем обращаются за помощью к родственникам и членам семьи. 66% обращаются к родственникам и членам семьи. А когда у россиян болят зубы, они обращаются к членам семьи? Очевиднее всего, если болит зуб, они идут к стоматологу. Но вот как-то при возникновении психоэмоционального напряжения статистика немножечко другая. Из них 30% ищут поддержку друзей. 30%. 18% ищут поддержку любимого человека, что тоже неплохо. Реже всего обращаются к коллегам по работе и соседям. женщины чаще обращаются к родственникам, мужчины к друзьям. А вот теперь это тот процент, который обращается к психотерапевту в трудной ситуации. 1%. Но при этом у нас катастрофическая ситуация с людьми, которые испытывают психоэмоциональное напряжение. Как вам кажется? Почему? Давайте с вами немножечко подумаем. Интересно в первую очередь обращение к психотерапевту в ладуе. Сфера только начинает развиваться. Сфера только начинает развиваться. Неинформированный люди. Вот очень верно. Вот в принципе все ответы имеют место быть. Но в сухом остатке причин может быть масса на самом деле. Почему тот или иной человек не обращается к специалисту. но знаете я уже на протяжении достаточно большого количества времени веду частную практику и я очень часто слышу такую фразу. Я занимаюсь расстройствами пищевого поведения и мой портрет клиента он ну это чаще всего девушки которые ко мне обращаются и знаете они ко мне приходят уже со словами я не верю вот я не верю что что-то может измениться и эта проблема не в том что человек что-то не делает а проблема в том что до этого когда человек обращался к специалистам очевиднее всего они были не очень компетентны в сфере расстройств пищевого поведения потому что это специфический портрет клиента и немножечко отличается там тактика ведения подобных клиентов и из этого мы можем сделать смелый вывод что во-первых один процент людей обращается к специалистам по той причине что нет доверия к этим специалистам из-за отсутствия компетенции но вы же не пойдете к стоматологу который если какая-то не очень экстренная помощь который как минимум не получил диплом в сфере стоматологии то есть в теории какой-то врач может знать что-то про зубы но конкретно под запрос пациента в медицине есть отдельное ответвление и на каждый запрос пациента отдельная там условно программа обучения того или иного специалиста что у нас происходит с психологией в УЗИ у нас есть профессия психолог где 90% это теория о какой-то психологии но эта психология не направлена на портрет клиента и это первое что нас отличает от обучения в стандартных вузах потому что мы направлены на определенный портрет клиента заметьте что на фразе психолог консультант мы не остановились Алексей мы продолжили программа звучит более узконаправленно именно по этой причине также огромный уровень выпускников психологических факультетов которые не работают по профессии и это тоже проблема потому что люди они-то хотят действительно и здесь большинство ну какая-то часть из вас очевиднее всего так же заканчивали либо учатся где-то на психолога но боятся начать по причине того что они понимают что скорее всего они навредят клиенту из-за отсутствия инструментов нет инструментов которыми можно пользоваться и это катастрофа это равносильно учить на хирурга и рассказывать о хирургии в теории а потом значит выпускника из медвуза без практики выпускают сразу куда-нибудь на операцию ну что он не испугается испугается конечно потому что практики не было как часто практикуют вузах у меня два три три высших образования я практику могу по пальцам пересчитать и она не была направлена на конкретный какой-то запрос на конкретный портрет клиента наша же программа она направлена и все что происходит блок за блоком когда вы изучаете вот у нас не вижу сейчас студентку она бы рассказала как я принимала зачет вместе с преподавателем по физиологии у нас большинство там ребят сидящих в аудитории не практикующие специалисты но на первом же зачете мы начинаем пробовать внедрять это так будто у них проходит консультация и как с позиции физиологии можно объяснить то или иную функциональное расстройство в организме вот в чем существенная разница что мы не просто даем теорию а даже уже на итоговом контроле у нас нет задачи выпулить из школы наша задача чтобы вы поняли как это можно использовать идем дальше собственно мы переходим к ценностям школы эмоционального интеллекта и первое что вы должны знать в нашей школе не обучаются энергопрактики люди которые верят что по расположению звезд можно избавить человека от панических атак что можно продуть чакры да и в общем все то что мы относим к антинаучным методам этого в нашей школе нет это стоит понимать когда дело касается доказательной медицины и научно обоснованной практики которая лежит в основе нашего обучения можно столкнуться с сухой статистикой но только эта сухая статистика может вам позволить понимаете быть уверенным в том что вы не навредите своему клиенту и это то что проверено не на метаанализе в котором участвовало четыре недобитых крысы а это крупные рандомизированные исследования это то что собирается годами и научными умами обрабатывается поэтому все что вы здесь слышите мы за это мы не беспокоимся что наши преподаватели могут сказать что-то что противоречит доказательной медицине все что вы здесь слышите все что все инструменты которые вы получаете они входят так или иначе в норму ведения клиентов с тревожно фобическим расстройством идем далее то чем мы занимаемся это в полном смысле слова борьба с дезинформацией которая помогает продвигать психотерапию на научно обоснованных данных понимаете за счет того что мы живем в 21 веке мы неоднократно можем зайти там не знаю в соцсети инстаграм мы заходим и мы видим там значит психолог медитация карты таро и люди настолько очернили профессию психолога что действительно ее приходится возвращать к фундаментальной основе потому что когда там нас с Алексеем спрашивают условно кто вы по профессии вот если мы скажем что мы психологи мы наверное соврем потому что то что происходит в большинстве под словом психология да и профессия психолог это конечно же катастрофа поэтому то чем мы занимаемся мы возвращаем людям доверие к качественной психотерапии далее идем самое важное мы решаем запрос клиента в полном смысле слова наша ценность заключается в том что по факту мы соединили две вещи доказательная медицина которая выступает как разумность и адаптация клиента нет задачи вылечить только симптом потому что большинство психологов они пытаются вылечить симптом психоинформирование можно получить качественно если кто-то зайдет просто на канал невроза мегаполиса там снято про это на тему психоинформирования я не знаю там сколько видео но достаточно большое количество и по факту какая задача у психолога консультанта его задача адаптировать клиента с учетом его особенностей и ценностей и это к слову говоря вот приблизительно так выглядит ценность доказательной медицины что берутся научно обоснованные проверенные данные берется особенность и ценность клиента пациента если мы говорим про доказательную медицину соединяется и выходит такой вот ну какой-то метод терапии в этом и есть суть что мы не учим вас решать симптом это можно понять если увидеть один протокол по тому как решают корректируются панические атаки наша задача научить вас адаптировать клиента в будущем так чтобы он с учетом своих особенностей о которых вы узнаете на блоке личностно ориентированной реконструктивной психотерапии чувствовал себя более комфортно также еще раз повторюсь что мы ориентируемся только на крупные признанные научные открытия а не веяния моды и школа эмоционального интеллекта и психотерапии это то что позволяет вам как специалистам научиться думать критически это по факту когда вы слышите со всех сторон что ну мне же помогло ну моему клиенту помогло значит я всем буду так советовать нет пока это не будет входить в клинические рекомендации вы не имеете права советовать то или иное вашим клиентам вот это мнение автора вот это значит уникальная методика коррекция панических атак значит Вася Голопупенко придумал вот эта вот история она имеет наименьший наинизший просто вот оно давайте выражаясь на французском пробило дно в пирамиде доказать ну вот есть такая вот история пирамидка доказуемости в доказательной медицине вы можете посмотреть в интернете это все есть может быть здесь есть врачи они понимают о чем я говорю и вот мнение автора это вот самое дно оно не имеет никакого отношения к тому что может действительно помочь больше популяции людей потому что если мнение какого-то автора действительно помогает большему количеству людей этого автора наделяют нобелевской премии понимаете это сразу вносится там куда-то и как-то документируется и начинает значит советовать вот к сожалению не всегда так и это единица которых вы узнаете наша базовая программа дает понимание что бывают случаи когда психолог один в поле не воин это именно по этой причине у нас огромный блок с врачами не потому что мы с Алексеем немножечко не вменько мы учим наших коллег командной работе с врачами потому что невроз с неврозом но бывают случаи когда к вам обращается например человек вот у нас с Алексеем такой неоднократно был обращается к клиенту у него там на втором третьем занятии он значит сообщает что у него онкология и что бросать этого клиента и говорить что нет и вот наша задача заключается в командной работе то есть вы должны понимать что не всегда все завязано на психоэмоциональном напряжении что бывают случаи когда у человека есть железодефицитная анемия у него ферритин 5 и он ходит бледный у него значит шаткость походки не по причине того что у него какие-то там проявления самотофорной да что у него БСД скорее всего это связано с пониженным ферритином и вы как специалисты вы просто видите это гематологу в идеале когда ну вот как это у меня например происходит уже я за многие годы обросла специалистами в которых я уверена я просто направляю либо там в клиники какие-то я знаю что там приверженцы доказательной медицины и они как бы клиенту моему не навредят в идеале это должно выглядеть так то есть вы видите что-то это не значит что у человека нет невроза да то есть безусловно он к вам пришел не просто так но решить физиологическую проблему помочь ему обратиться туда где собственно ему вольют как минимум это железо это просто необходимо и только при таком подходе уровень доверия психотерапии с отчетанными заболеваниями может возрасти это равносильно когда люди когда борются с онкологией они в последнюю очередь задумаются о психологе это на самом деле так и это очень грустно потому что ну сейчас уже стали по крайней мере отправлять там врачи-онкологи предлагать психоонкологов это отдельное такое большое направление в психотерапии и то последнее что я там слышала и видела это люди которые приверженцы доказательной медицины то есть это врачи которые стоят под эгидой этого и они рекомендуют обратиться туда чтобы просто помочь клиенту то же самое там с любым другим каким-то заболеванием и существует масса масса точек соприкосновения между психологом консультантом и врачом то есть нам может казаться что это что-то единичное но на самом деле когда вы начнете вести свою практику вы увидите что люди за счет того что они очень сильно сфокусированы на своем ВЗД они могут не обращать внимания на действительно какие-то очень важные процессы потому что бегают не по тем врачам и что-то все пытаются найти непонятно что и в итоге упускают важные вещи по факту комплексная коррекция клиента это командная работа специалистов это не значит что панические атаки должны корректироваться всеми да то есть но вы должны понимать что есть ваше поле компетенций то что вы можете дать клиенту и есть еще кто-то который может ему еще более улучшить качество жизни потому что какая задача у психолога улучшить качество жизни клиента это первое самое важное и если у вас будет такая большая команда через какие-то годы это будет просто очень прекрасно именно поэтому у нас огромнейший блок с врачами с разными врачами которые будут выходить и показывать вам а как выглядит портрет клиента с паническими атаками на приеме у кардиолога и что там на самом деле происходит когда как выглядит истинное заболевание а как выглядит паническая атака как выглядит кардиофобия невроз сердца как например выглядит рак желудка и как выглядит СРК вызванный эмоциональными эмоциональными переживаниями и также и также собственно по всем тем врачам которые там у вас представлены с ними вы можете также ознакомиться в программе самое важное что там есть это дифференциальная диагностика я не знаю ни одну программу которая учит на психолога консультанта где представлена дифференциальная диагностика истинных и функциональных заболеваний нету таких просто потому что для большинства ну наверное они не особо считают что это важно я уже недавно пришла к выводу что очевиднее всего люди которые создают программы по профпереподготовке они не являются практикующими специалистами потому что либо они являются такими практикующими специалистами сомнительными которые могут думать что такая программа может кому-то помочь и стать компетентным специалистом в общем у меня масса вопросов пока мне никто не дал ответ к сожалению и по факту что мы сделали мы сделали ту самую новую систему образования психологов консультантов где каждый блок связан логически друг с другом у нас нет такого что один преподаватель вам говорит одно второй преподаватель говорит другое третий вообще значит ничего не говорит а рассказывает какое-то мнение автора у нас все идет логически все наши студенты начинают изучать физиологию не просто так а потому что невозможно повысить квалификацию тех студентов у кого нет образования которое отвечает современным реалиям ну я не понимаю как психолог консультант без знаний физиологии и того почему происходят те или иные процессы в организме как это вообще регулируется кто кто это делает черт возьми почему чем отличается симпатический парасимпатический отдел еще и третий есть интересно Алексей нигде о вебинарах про него не рассказывал почему-то почему так происходит почему у человека что вот да там есть точка а есть точка б точка б зовется синдромом раздраженного кишечника каким образом у человека случается этот синдром раздраженного кишечника и массово почему у человека повышается давление тоже интересно покажите мне психологов которые могут это объяснить с позиции физиологии вот так взять и объяснить а их практически нет к сожалению поэтому в нашем фундаменте стоит физиология ее вы можете увидеть в первом блоке и это не просто физиология это физиология плюс психофизиология в начале в начале вам рассказывают о том что есть мозг он существует вам напоминают про это потом идет такая некая история изучения всего этого да ну как-то вас в это постепенно погружают потом выходит психофизиолог объясняет как там с точки зрения нейрофизиологии происходят какие-то процессы в голове там как рождаются эмоции в общем достаточно интересная программа которая неоднократно корректировалась и это такая очень фундаментальная история вузовская которая более реалистично смотрит на современные процессы в обществе то есть не так что программа написанная значит в 75 году и мы значит эту программу здесь вам рассказываем нет эта программа написана в 20 году и это стоит понимать также как я уже говорила нет противоречий между предметами все предметы они логически связаны после физиологии у вас идет психиатрия которая вам вот понимаете даже психиатрия стоит вторым блоком не просто так она стоит для того чтобы потому что наша задача чтобы вы уже начинали консультировать как можно быстрее и чтобы когда вы перешли к моменту практики вы уже могли понимать а как выглядит истинная шизофрения и чем она отличается от биполярного расстройства чтобы у вас были диагностические критерии у вас будет огромнейший список диагностических критериев ну всех часто встречаемых психических заболеваний это собственно вот одна еще очень важная вещь что задачи которые мы ставим студентам во время обучения они сопротивляться не нужно говорю сразу у вас не будет вариантов вы начнете практиковать ну не получится остаться в стороне то есть вы как бы вы там не говорили что вы боитесь мы понимаем что вы боитесь мы будем вам безусловно помогать проходить через все эти страхи но у вас не получится не начать консультировать потому что в последнем в последнем блоке в блоке Алексея вашей итоговой работой будет по факту защита кейса вашего клиента и вы расскажете про все этапы терапии которые вы с ним там так или иначе успели пройти и собственно моя гениальная фраза которая родилась на прошлом не открытых дверей когда у нас спросили в чем же все-таки уникальность нашего обучения уникальность заключается в том что наше обучение отвечает на запрос клиента если мы возьмем все самые часто встречаемые запросы которые относятся к тревожно-фобическому спектру мы рассказываем про то как они корректируются панические атаки просто что-то тревожно обсессивно-компульсивное расстройство агорофобия что там еще синдромы раздраженного кишечника в общем все что вы знаете вот каждый из таких часто встречаемых запросов они будут отрабатываться у вас будут четкие алгоритмы четкие схемы это не значит что вы всю жизнь будете с этим листиком а вот нет сколь эмоционального интеллекта на блоке Алексей Эльмира Маратовна вручила эту тетрадь и я только с этой тетрадью буду консультировать нет это по факту будут ваши шпаргалки которые будут вам помогать не уходить значит в дебре да и еще раз раз поясню что уже во время обучения при помощи этих маленьких инструментов вам будет гораздо проще начать консультировать мы с Алексеем всегда на связи ну то есть как мы проводим там зумы если у вас есть какие-то вопросы как же очных слушателей вообще большая привилегия потому что мы здесь достаточно часто и вы можете подойти к нам задать какие-то вопросы мы безусловно отвечаем если что-то непонятно с онлайн студентами мы также не остались в стороне я не знаю там уже наверное штук 5 зумов провели да после каждого модуля и еще во время модуля мы проводим зум встречи для разных часовых поясов для того чтобы помочь студентам более ну как бы правильнее что ли да воспринимать очень сложную информацию на блоке физиологии все конечно очень боялись но когда мы просматривали итоговый контроль который проходит у нас в формате видеоинтервью на платформе VCV может быть кто-нибудь знает знаком с ней мы были очень приятно удивлены тем как студенты своими словами объясняют такие важные вещи как что такое доминанта что такое стресс с позиции физиологии какие виды стресса бывают чем опасен дистресс и эти люди они не сидели значит месяцами и не зубрили это все достаточно лояльно воспринимается когда вы слушаете наших преподавателей потому что наши преподаватели это не просто люди которые значит им дали в руки программу и сказали прочитайте наши преподаватели это огромный достаточно большое количество времени и создают удивительно комфортный учебный процесс с такой тяжелой информацией и данная программа почему собственно она уникальна потому что она создавалась изнутри кабинета практикующих специалистов психологов врачей даже педагогов я собирала группы людей интересовалась какие запросы часто встречаются среди разных социальных групп что их беспокоит и вот сколько год корректировали программу с Алексеем год мы занимались тем почему мы переносили постоянно потому что мы не можем дать людям то как сказал уже Алексей нам важно чтобы нам не было стыдно вот и мы сделали все для того чтобы в нашем обществе стало чуть больше практикующих психологов консультантов которые действительно не навредят людям вот ну и собственно Алексей давайте продолжим и отвечу на ваши вопросы расскажу чуть поподробнее о том что вас ждет впереди но сейчас будет минутка откровенности может быть камень в чей-то огород но все знают то что я человек очень прямолинейный может быть иногда излишне прямолинейный или там слишком прямолинейный но таков я и по-другому я не могу мне представляется что большинство дополнительного профессионального образования в России на сегодняшний день это способ заработать денег на хайповой теме это не обучение человека это не желание выпустить знатоков и специалистов это желание прогреть собрать людей и заработать а какое качество выйдет это уже вопрос посредственный и вот к сожалению подобная политика она профанирует вообще все дополнительное профессиональное образование и мы с Альмирой когда делали программу как она правильно сказала даже больше года мы базово исходили из того кого мы должны выпустить нам было выгодно выпускать крутых специалистов нам невыгодно выпустить посредственность чтобы потом через два года сказали какой ужас поэтому мы очень очень серьезно подошли к нашей программе первый модуль который вы будете изучать как сказала Эльмира один из самых фундаментальных это физиология центральной нервной системы я глубоко убежден что психолог будущего это физиолог это неговорящая голова в ютюбе с пережитыми ранее паническими атаками потому что это пародия на психотерапию консультант по тревожным расстройствам идеально знает физиологию он может объяснить физиологично что происходит с организмом человека и может внести определенные коррективы либо собственными руками либо с помощью сочетанных специалистов с которыми он тоже имеет опыт взаимодействовать очень часто к нам приходят пациенты с шаткостью вялостью разбитой утомляемостью тревогой астении и им сказали в интернете в интернете разные люди в полосатых пижамах о том что у них ВСД с паническим расстройством при том при всем что мы не исключили онкологию мы не исключили гормональный дефицит например у мужчин очень часто встречается вторичный гипогонодизм и у него тестостерон меньше 12 наномоль на миллилитр а меньше 12 наномоль на миллилитр не может не астанизировать и не вызывать тревогу а вы спросили нет а вам если говорили нет а где вы учились ну в самом лучшем к чему вы учились женщина которая ходит по врачам и по психотерапевтам отдала последние деньги никак не может прийти в себя а вы ей смотрели уровень гемоглобина ферритина и трансферритина нет а зачем она же эмоциональные жалобы предъявляет а с чего вы взяли что эмоциональные жалобы остальные не может быть связаны с гематологией смотрим анализ у нее ферритин 2 как она вообще до вас дошла легла под ферринджек говорит ой трава зеленая оказывается класс что-то куда-то все прошло сразу и то же самое касается щитовидки то же самое касается многих других сочетанных заболеваний не знают психологи этого в российской федерации только сейчас вот мы с Альмирой там последние полгода говорим начали говорить про ферритин сразу все удивительно прям чудо случилось у всех ферритин в слове появился сейчас наверняка начнется еще какая-нибудь история которую мы начнем поднимать это конечно хорошо но мы хотим чтобы вы запомнили физиология и медицина это то на чем вы базируетесь вы не будете врачами вы не будете психиатрами но вы должны уметь отличить симптомы инфаркта от симптомы панической атаки симптом мерцательной аритмии от тахикардии симптомы истинных нарушений ритма и обычной доброкачественной экстрасистолии мало кто из психологов знает что в норме сердце сокращается сто тысяч ударов в день и никто из психологов не знает количество и норм экстрасистол это 10% от суточного объема сокращений 10% от суточного объема это почти 10 тысяч экстрасистол в сутки после которых назначается уже более детальная терапия соответственно врачи аритмологи онкологи гематологи гастроэнтерологи пульмонологи терапевт общей практики будут вам детально разъяснять как не упустить патологию на какие анализы стоит обратить внимание пациента наша главная задача чтобы вы не упустили органику пытаясь плясать с танцем с бубном со своей любимой психологией психология это психология душеведения спорная история с точки зрения науки и доказательности уж тем более но вы будете спокойно спать потому что мы с Эльмира например не раз из невротических жалоб уводили человека совершенно к другим врачам и они нас потом благодарили в том числе дебюты онкологических заболеваний лечили все головокружение потому что и головные боли связаны с ВСД а никому из психологов многочисленных которым обращалась женщина не пришло в голову задаться вопросом о негативной диагностике онкологического заболевания головного мозга и конечно там был рак и конечно нажаловалась последние полтора года и конечно и психологи пытались снять родовое проклятие и примирить ее с отцом только никому в голову не пришло что а голову-то посмотреть не хотим посмотрели поздно умерла то же самое касается новой германской медицины похоронили тысячу людей уже заведено тысячу уголодных дел все это печально поэтому мы будем базироваться только на грамотной физиологии первый блок это физиология высшей нервной деятельности и Меркурьев Владимир Александрович наш дорогой друг партнер и товарищ можете посмотреть в сторис будет вам очень предельно точно рассказывать и объяснять все тонкости поверьте там много тонкостей физиологии также его сменит человек о котором я уже сегодня говорил из Санкт-Петербурга Илья Мартынов он вам объяснит все что вам нужно знать о дофамине трептофане гамг серотонине и всех поднимет все нейротрансмиттеры и нейромедиаторы объяснит что происходит при тревожных состояниях депрессивных состояниях что вообще такое головной мозг и как он взаимодействует на уровне нейрохимии друг с другом что вообще происходит в головном мозге что мы заболеваем неврозом и что такое стресс и как он влияет этот момент очень важный потому что вы должны будете объяснять нашим слушателям и вашим клиентам все что с ними происходит а не только корректировать их эмоционально второй блок к которому вы приступите тоже по-своему уникальный когда мы его с Эльмирой готовили Сергею Сергеевичу Сергей Сергеевич посмотрел на нас он достаточно молодой такой научный сотрудник и Сколково там сейчас сотрудничает с ребятами он говорит слушайте вы же хотите лучше чем в медвузе мы говорим да он говорит зачем ну вы могли сделать 10% вашей программы ее бы уже купили и я знаю что мы могли бы оставить 10% от этой программы разбавить ее 90% всякого деремища как это делают в российских вузах и собственно говоря ее продавать но мы сделали так что у нас нечего убрать то есть нет ни одной лекции которую можно было бы убрать и назвать ее водой от слова совсем ну вам сейчас сложно да наверное Маша ты здесь Маша Мария скажи пожалуйста на первом курсе вот ты учишься сколько ты уже проучилась ты заметила наличие воды в учебном процессе нет спасибо тебе большое вот потому что большинство до образования и вузов эта история про то чтобы разбавить какими-то идиотскими предметами какой-то громкий заголовок специалист по коррекции пищевого поведения только сегодня и только ты значит трансперсональная медитация и психотерапия красиво звучит главное нагнать людей наполнить курс какими-то идиотами которые просто будут в зуме вам что-то рассказывать вы будете на половине пути сидеть и говорить что я здесь делаю вообще и вот это печально и мы с Элей это исправили поэтому второй блок психиатрии для психологов он разработан специально для вас чтобы вы могли отличить большую психиатрию от малой психиатрии я вам больше могу сказать после физиологии нейрофизиологии психиатрии вы будете знать эти предметы лучше чем некоторые врачи и психиатры вот сейчас не верится но это правда вы видите в моих эфирах что я в принципе могу ответить практически на любой вопрос по медицине я что врач я просто человек который интересуется наукой разбирается и взаимодействует с большим количеством врачей и наша с вами задача и моя в частности задача это передать вам знания что я устал один консультировать тысячи людей у меня в очереди уже на год на полтора года люди расписываются уже мне их мариновать они выздоравливают пока меня ждут ко мне приходят в соседнем кабинете и говорят здрасте я говорю здрасте она говорит я вообще записывался год назад и я уже выздоровела и мне уже все хорошо но я пришла сказать спасибо за 8500 я говорю ты что она говорит спасибо вам большое и к сожалению этого происходит сейчас больше и больше люди выздоравливают пока ждут консультации так я хочу чтобы эта армия моих подписчиков людей которые нуждаются в помощи в грамотном консультировании к вам пошла а не томилась у меня там в приемной соответственно Потанин Сергей Сергеевич это врач-психиатр кандидат медицинских наук и именно этот человек пишет клинические рекомендации по психофармакотерапии он вам еще ответит на всю фармакологию и развеет все мифы иллюзии и сомнения когда уместно когда неуместно как работать с человеком который находится у нас под кайфом так сказать медицинским и что с ним вообще можно делать и нужно ли это важно дальше очень важный момент Эля тоже об этом говорила вы должны понять как выглядит истинная патология в тех или иных заболеваниях головной мозг сосуды сердце дыхание эндокринка ЖКТ кожа кровь соответственно у вас будет три основных врача первый врач это сомнологи Дорховы это члены Академии наук у которых лаборатория вран по изучению сна и Наталья Владимировна будет вам читать большую такую работу по сомнологии вы получите очень исчерпывающий материал который будете рекомендовать своим пациентам для того чтобы восстановить им циклы сна и бодрствования при наличии тревожных расстройств дальше у нас Наталья Егоровна Игоревна Егоровна врач общей практики который имеет очень большое количество практического опыта консультации людей и с онкологией и с различными другими заболеваниями в частности с желудочно-кишечным трактом с неврозом кишечника и с невротическими сомтоформными расстройствами других органов и систем и она вам предельно четко расставит красные флажки на что мы обращаем внимание когда мы собираем анамнез заболевания здесь нету третьего человека это врач-ритмолог который как раз таки будет вести большой день целый будет выделен под кардиологию и ритмологию с утра до вечера вы будете изучать сердце ритмы аритмии пульсы болезни настоящие болезни сердца вы больше никогда их не спутаете с паническими атаками и тревожным состоянием и клиентам своим объясните раз и навсегда что симптомы тревожности никакого отношения к истинной кардиологической проблематике не имеют отношения в итоге кардиология неврология гастроэнтерология гематология пульмонология эндокринология сомнология это те разделы которые вы должны знать и понимать не на уровне кандидата медицинских наук а на уровне психолога консультанта мы когда показывали эту программу врачам они нам все время говорили они на смыках на двух идиотов говорят а вы кого учите простите мы говорим мы учим психологов консультантов по тревожным расстройствам они говорят ну даже в УЗИ нет таких программ нету даже в НМО дополнительной медицинской образовании таких программ нет мы знаем так мы их и сделали потому что объем предметов и их сочетанность настолько важная и логически продуманная, что это вызывает у всех удивление и даже глаза, так сказать, на лоб лезут. Даже у людей, повидавших в медицине, потому что они говорят, что это такое, как это так. Вот так. Мы с Элей имеем представление об учебном процессе. И знаете, когда учишься в УЗИ или в каком-то дополнительном образовании, очень часто сталкиваешься с тем, что ты не понимаешь, у тебя один предмет противоречит другому. Например, когда я учился, у меня в сентябре был один предмет, мне говорили, невроза лечится слева направо. Октябрь. Следующий предмет. Невроза лечится справа налево. Следующий предмет. Невроза лечится сверху вниз. Следующий предмет. Невроза лечится снизу вверх. И потом последний предмет. А неврозы вообще не лечатся. И пойди догадайся, и люди сидят вот так вот с дипломом и говорят, а что делать? Так Юнг или Фрейд? Перлс или Райх? Вроде как и Райх прав, и Перлс прав, и психоанализ важен, и психоаналитик нам так классно зарядил, а гештальтист пришел и все опошлил. И непонятно, что делать. Так гештальт мне выбрать или КПТ? Мне говорят, КПТ – научно обоснованный главный метод. И я слышал ассоциацию от Алексея, что да. А мне психоаналитик сказал, что это все поверхностно. Так что же, поверхностно или нет? Как разобраться? И в итоге, не побоюсь этого слова, но большинство выпускников после психологического факультета имеет больше вопросов, чем ответов. И начинается креативное творчество. Вот именно начинается лютое креативное творчество. Трясущийся блокнот, ручка, чего там… А животное давайте нарисуем, несуществующее. Точно, на первом курсе мы рисовали. И начинается такая ебанина, что по-другому это не назовешь. А лучше сделать умный вид. Расскажите про свое детство. И начинается вот эта полугодовалая история анальной фиксации. Конечно, за полгода уже кто хочет выздоровеет. Поэтому, чтобы не было такого идиотизма, все наши предметы, они идут логично друг за другом и дополняют друг друга. И четвертый блок – это основные психотерапевтические методы. Конечно, мы не можем объять все терапевтические методы. Мы официальные партнеры Ассоциации когнитинопоеденческой психотерапии. У нас прекрасные отношения с Дмитрием Викторовичем Ковпаком, личные и дружеские, и профессиональные. И мы нашим студентам вот уже завтра выдадим сертификаты от лица Ассоциации, где им зачтено два модуля в Ассоциации благодаря нашему курсу. То есть тот курс, который вы слушаете в нашей программе, вам отдельно идет с зачетом уже в Ассоциации. И завтра ребята получают первые свои сертификаты. Поэтому первый предмет, естественно, это когнитинопоеденческая терапия от Ассоциации когнитинопоеденческой терапии. Программа сертифицирована лично Ассоциацией когнитинопоеденческой терапии. Это не Вася Иванов-Голопупенко, которые взяли книжку Дмитра Викторовича Ковпака и рассказали вам когнитинопоеденческую терапию. Это программа по стандартам Ассоциации. Все видят логотип, и вы можете с Машей поговорить на эту тему. Это очень важно. Вы должны на этом блоке освоить все, что вы не знаете или не знали. О когнитинопоеденческой терапии, о схеме Эббоцео, схеме СМЕРа, диспутах, сократических диалогах, стрелки вниз, конфронтации, аргументации, сбором правильных вопросов построения диалога с пациентом, опровержение его иррациональных мыслей, опровержение иррационально-глубинных убеждений. В общем, все это за шесть больших дней вы изучаете. Ну и затем прилетает МЭТР из Санкт-Петербурга Грозный, который как раз-таки погружает вас в то, в чем я очень, как мне кажется, неплохо иногда разбираюсь, это в патогенез. Потому что, вот как правильно Эля сказала, научить вас избавлять людей от панических атак, мы это можем сделать быстро. Вот я могу за один вечер это сделать. Объяснить вам, что надо сделать с людьми, чтобы они перестали испытывать панические атаки. На это нужно мне один день. Но на этом же не даже начинается психотерапия. Вон, книжку Курпатова прочитайте про панические атаки. Вот у вас их не будет. Но это что, это психотерапия? Где такие книжки у нас выпускаются, что люди меняют свои личностные расстройства характера из-за того, что они книжку прочитали? Книжка классно написана, смешно, весело, что я не умру, оказывается. Класс. Ну и все. Вы не умрете, это правда. А терапии нет. Поэтому Сергей Александрович Подсадный будет вам очень предметно, детально рассказывать, что такое внутренний конфликт. Не я, а человек, который стоял у истоков вообще российской психотерапии и личностно ориентированной реконструктивной психотерапии в России. Девятое отделение клиники неврозов имени Бехтерева. Личный ученик Бориса Дмитриевича Кровосарского. И вы узнаете о том, что такое внутренний конфликт, почему именно этот человек заболевает неврозом, а не сосед Вася. Надо ли искать внутренний конфликт или нет? Но об этом мы тоже будем много говорить. Я вам честно могу сказать, когда человек мне говорит, чтобы вылечиться от неврозов, не нужно искать внутренний конфликт, я могу вам перевести этот термин. Мы не можем и не знаем глубокую психотерапию и вообще психотерапию. Мы можем вам рассказать о том, что вы не умрете от панических атак, а с ума не сойдете от навязчивых мыслей, идите к нам. Вот так это звучит. Ни один грамотный психотерапевт не может игнорировать психодинамику. Аронбек был психоаналитиком. Альберт Элес был психоаналитиком. Все современные основатели школ психотерапии были психоаналитиками, которые по-своему потом просто переначали определенные методы и коммерциализировали его. Но психодинамику знать надо. Я вам покажу и Сергей Александрович, что такое психодинамика, что сталкивается, какие конфликты двух доминантов. Невроз не может не быть непсиходинамичен. Невроз как симптом не может быть просто так, потому что это побочный эффект. Он всегда что-то решает. Он всегда вами создается для чего-то. Соответственно, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия и когнитиноподневческая терапия это такой большой модуль вместе с ассоциацией. Следующий блок, который, если вы смотрели День открытых дверей в самом начале, в сентябре, помните, я сказал, что я очень хочу еще кое-что добавить в программу. Эля тогда чуть не посидела. Для нее это была новинка, потому что мы год переделывали программу, и тут я на презентации говорю, что надо еще что-то переделать. Она меня посмотрела и говорит, нет, нет, все, я больше не могу, но я все-таки понял, что я не могу пропустить эту программу, пока я ее еще лучше не сделаю. Как вы знаете, сегодня набирает актуальность опять стоицизм. Поэтому сразу покупайте книги по стоицизму в магазинах, потому что их скупят точно скоро. Это и книга «Стоицизм на каждый день», и «Как быть стоиком». Все это есть в аудиоформате, в печатном формате. Прям читайте, не пожалейте времени. Почему? Когнитиноподневческая терапия, психотерапия – это философия. Много тысяч лет назад не было никаких психологов. Были философы. И все, что мы будем с вами делать с людьми, это попытаться поменять их философию. Чтобы поменять их философию, они должны либо оказаться при смерти, либо должны столкнуться с каким-то человеком, который на них повлияет. И я надеюсь, что это будет второе. По-другому люди не меняются. Это иллюзия. Нельзя заниматься психотерапией. Это фикция. Людям достаточно побыть в реанимации, и никакой вам больше психолог не нужен. Вам достаточно похоронить близкого человека, и вам уже, в принципе, все понятно про эту жизнь. Психологи в большинстве случаев занимаются просто сопровождением человека, который сам до чего-то дойдет, просто в этом пути надо его поддержать за его бабло. А мы хотим с Эльмирой помочь нашим клиентам, и вам, в частности, и вы, своим клиентам, очень быстро и сжато собирать этих людей обратно на рельсе нормального функционирования. И вот это очень важно. Не рождаться заново по родовым каналам, а говорить с ними о тех философских вещах, о которых надо говорить. Про контроль, про смерть, про ответственность, про выбор, про взросление и многие другие философские данные. Поэтому преподаватель блока «Стоицизм», основатель школы стоицизма в России. Саликов Александр – человек, который прочитал, наверное, все, что только можно по стоицизму и не только. И когда мы с ним готовили программу, я сказал, Саш, надо сделать так, чтобы это была не просто четырехдневная большая лекция по стоицизму от истории и Синеки, и Марк Аврелия, и Пиктета, и сопутствующих товарищей, но чтобы наши слушатели эти тезисы могли применить в своей терапии, о чем разговаривать и философствовать с клиентами. Без этого это не психотерапия. Вы должны стать философами. Физиолог и философ. Вот если соединить физиологию и философию, вы будете непобедимы. И мы сделаем так, чтобы вы были непобедимы. У нас 50 мест всего лишь навсего на очном факультете. Занято 27. Здесь 50 посадочных мест. Имейте это в виду. Шестой блок. Это блок вашего покорного слуги. Потому что все, что я вам сейчас рассказал, это здорово, но потом это надо соединить в единый кулак и в единый механизм, где вы получите протоколы, чек-листы, разборы кейсов и алгоритмы. Соответственно, мы на моем модуле, что будем делать? Мы на моем модуле будем соединять все полученные знания в единую структуру, чтобы никто не плавал. От первой консультации «Здравствуйте, что вас ко мне привело? Когда началось?» Нет. Когда начались ваши симптомы? В августе 2020 года. До этого были какие-то жалобы? В целом нет. Хорошо. С чего началось? И вот поэтапно построение анамнеза, вопросы, кейсы, разбор, концептуализация, гипотеза, проверка гипотезы, выстроение терапевтического процесса. Мы этому всему будем учиться. Соответственно, вот на слайде представлено то, что я сейчас сказал. Смысл шестого блока заключается в том, чтобы соединить все в единую структуру в вашей голове, чтобы вы получили свои дипломы и уже завтра сами себе сказали, я знаю, что надо делать. Да, будете бояться, да, будет страшновато, но знания будут такие, которыми надо просто взять и их надо просто взять и применить. Как я сказал, 50 мест. Как показал первый курс, есть люди, которые покупают очное обучение, но не всегда могут присутствовать. Поэтому если вы хотите наочное, но понимаете, что вы будете не всегда, лучше выбрать очное, потому что выберите заочное, приехать не сможете. Выберите очное, сможете не приезжать, потому что у каждого студента есть копии, есть личный кабинет и пересмотр материала. Копии хранятся до конца занятий, до конца обучения. Да, конечно. Соответственно, вы на каждом модуле получаете рабочую тетрадь. То есть под каждый модуль, под каждого преподавателя печатается конспект. Вы что-то конспектируете, рисуете, но мы еще вам даем по каждому модуле еще выжимку. Дистанционные студенты у нас 150 человек. Я объясню, почему. Мы проверяем экзамены и проверяем зачеты. Мы не можем взять тысячу заочных студентов. Мы можем взять 50 очных и 150-160 онлайн. Все. Соответственно, на первый поток очень многие не попали. Есть здесь кто не попал на первый поток? Нету. Но многие не попали на очный. И они придут. И уже пришли, уже 27 человек записались сразу же после набора первого потока. Вы следующие. 25 мест. Соответственно, кто-то из сегодняшнего зала запишется. У нас есть отдел продаж в 311 кабинете. Если хотите, они вас ждут. Вы хотя бы можете за собой место забронировать, потому что иначе у вас просто физически вас некуда будет посадить. Ну, технически мы не можем друг на друга вас сажать, если вы потом захотите это сделать. К тому же мы сделали повышение цен. Каждый месяц контракт имеет свою стоимость для вашей мотивации. Отдел продаж разработал оригинальную концепцию. Начинаем мы учиться в апреле и заканчиваем учиться в декабре. Но вносить денежку за оплату, которая начнется в апреле, можно уже сегодня. И она будет накапливаться на вашем личном счету. И уже к апрелю вы, в принципе, расплатитесь за обучение. Это очень удобно. Накапливайте по 10 тысяч, по 15, там, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. И к началу обучения вы уже фактически все оплатили. Также мы рассмотрели программу рассрочного кредитования с нулевой процентной ставкой. Не нужно никакие банки ходить. Это мы даем абсолютно вам, от нас такую вот рассрочку помодульно. Очень удобно. Что еще хочется сказать про цифры? Посмотрите, почитайте. Последнее, наверное, и самое главное. У нас Эльмир Марат, но Эльмир Марат вообще не финансовый человек. Это я еще бизнесмен, предприниматель. Или человек науки. А я человек, который хочет войти в историю психотерапии. И я не могу войти в историю психотерапии с лажовой программой. Соответственно, та программа, которую мы сделали на сегодняшний день, самая отвечающая на современные вызовы. С нами вы или не с нами, это вопрос к вам. Те цены, которые мы поставили, они смешны для того, что мы делаем. Потому что люди платят в три раза больше за непонятно за что. За лютики и одуванчики. Называют себя астропсихологами. Поэтому думайте. Мы начинаем в апреле. Мы внесли изменения в курс. Я посчитал лично, что людям летом надо отдыхать. и мы июль и август исключили из образовательного процесса. Вы начинаете в апреле, учитесь май, июнь, июль-август вы отдыхаете и продолжаете в сентябре до конца года. И в январе вы уже свободны. Практиковать вы сможете уже на середине обучения. Это не запрещается даже законом. Вы не будете психотерапевтом, вы не будете психологом, вы будете психологом-консультантом и оказывать психологическое консультирование. Откройте Яндекс, почитайте, что такое психологическое консультирование. Увидите, что в Российской Федерации нет четкого юридического разграничения между психотерапией и психологическим консультированием за исключением психофармакоподхода. Проблем быть не должно. Но если учесть, что через пять лет возможно в стране будет принят закон о оказании психотерапевтической помощи, то нам всем нужно будет пойти опять учиться дальше. Но будет ли этот через 5 лет закон или нет? ХЗ. Он уже лежит 5 лет в Думе. И, как мне сказал лично Милонов, он там похоронен. Посмотрим. Я готов ответить на ваши вопросы. Отдел продаж нас ждет, если вы хотите забронировать место, чтобы его не заняли. Маш, как тебе наше обучение? А страшно тебе? Ну, хорошо. Боятся, руки делают. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Добрый вечер. Высшее образование у меня зоотехническое. Возможно, мне поступить к вам на обучение? Любому зоофилу, зоотехнику, технику, бухгалтеру, юристу, экономисту можно по закону Российской Федерации подать заявление на дополнительное профессиональное образование. Если у вас есть высшее психологическое, может быть, это не самое лучшее, потому что большинство людей с высшим психологическим образованием приходится переучивать. И нам проще с целью научить юриста, бухгалтера или человека из журналистики, нежели человека, которого пять лет прогрузили анальной фиксации, и он ничего, кроме соска и удержания какашек, не знает. Поэтому с любым высшим образованием вы можете подать заявление. Врачи-психиатры, психотерапевты приветствуются, клинические психологи приветствуются. Главное, чтобы было законченное или почти законченное высшее образование. У нас есть Кирилл, у него микрофон волшебный. Кто хочет задать вопрос, поднимите, пожалуйста, руку. Из зала, я имею в виду. Да, коллеги, пожалуйста, поднимайте руку, и моя коллега Мария уже вам передаст микрофон для вопросов. Вот здесь пишет Нелли, что многие думают, многим стыдно обращаться к психологу. Знаете, коллеги, я вам так скажу. Когда я начинал консультировать в Скайпе в 2012 году, только идиот, наверное, не крутил пальцем у виска и говорил, Леша, ты совсем больной. Ну кто будет консультироваться в России за 500 рублей по Скайпу? Ты что, что ты делаешь? Я сказал, да будут люди консультироваться, если консультировать правильно. Мне сказали, никогда у тебя в России не купят Скайп-консультацию. Прошло 10 лет. Что можно сказать? Вот что называется научная доказательная концепция. Это статистика. У меня вот Марина скинула скрин, посмотрите потом в сториз. Полтора года люди стоят в очереди. Что я в воду превращаю в золото? Может быть, я какой-то там, не знаю, там Алон Делон, которого нет на планете? Да людям, моим клиентам пофиг, какой я, Алон Делон или там еще кто-нибудь. Люди хотят избавиться от своей проблемы. И наша задача – вам помочь им избавиться от своей… вам помочь знать, как им избавляться от своей проблемы. Вопросы. Руки поднимаем и задаем. И микрофоны вам передадут. Пожалуйста. И в чате тоже, пожалуйста, мы вас ждем. Я учусь на первом курсе и хотела бы спросить, могу ли я прийти во время второго курса обучиться. Скажи, пожалуйста, сейчас. Давай. Можете. 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 Но диплом вы получите только… Наш диплом вы получите только после окончания вашего высшего образования, потому что мы его выдаем. Ну, диплом переподготовки выдается только после… Ну, на базе высшего образования. То есть, как у вас будет высшее образование, приходите к нам. Да, вы приходите к нам со своим дипломом, мы говорим, поздравляем, наконец-то, и выдаем наш диплом вам. Просто мы из конторта государственная, и мы работаем по закону Российской Федерации. Мы зачисляем студента на основании документов. Да, то есть вам нужно будет предоставить… Мы выдаем диплом тоже. Справку, да, о том, что вы обучаетесь, там будут прописаны сроки вашего обучения, с какого числа вы зачислены, по какое число у вас будет проходить обучение. И на основании этой справки мы… Ну, это вас проконсультируют в отделе продаж. Да. Не с третьего, а со второго. Ну, вы четыре года учитесь? Четыре с половиной, да. А, четыре с половиной. Ну, давайте мы в индивидуальном порядке это обсудим, просто я не понимаю, почему вы учитесь четыре с половиной года. Это бакалавриат же. Ну, давайте после обсудим. Такие уже личные, индивидуальные вопросы с высшим образованием. У каждого оно свое. Пожалуйста. Кроме ржача в чате будут вопросы? А вот вопрос. А, сейчас мы вам дадим микрофон. Скажите, пожалуйста, те, кто уже договора заключили, там прописаны сроки обучения, оплата прописана, как подойти в отдел продаж? Любовь и Ольга, они вам подскажут. И еще один вопрос. Сколько в учебных дней длится шестой блок? Просто здесь не написано. Шесть дней. Шесть учебных дней. Да? Подскажите, пожалуйста, вы называли такую интересную очень статистику. Откуда она? То, что один процент всего лишь? В ЦИОМ. В ЦИОМ там написано в презентации, потом можете пересмотреть. Просто даже не верится, что только один процент. Да, можете пересмотреть. Это официальные данные, которые я нашла буквально, когда подготавливала эту презентацию. Я думаю, что этот один процент многих смущает и меня тоже. Я думаю, это статистика тех, кто отвечает на опрос положительно «да». Я думаю, что процентов 4, наверное, ходят или попытались пойти, но они не ответили, что они попытались, потому что они разочаровались. Вот это больше, наверное, похоже на право. И, скорее всего, 5% попытались, из них 4% поняли, что что-то как-то не алло, что у них ничего не получается, и, собственно говоря, слились с терапией. А учитывая сейчас хайп психотерапии в Инстаграме и в интернет-ресурсах, я думаю, что люди будут разочаровываться все больше и больше. Наша с вами задача быть. Представляете, вот как случится, если посмотреть чуть-чуть вперед, да? Представьте себе одни психологини в Инстаграме, в Ютьюбе, значит, детский сад в пижамах, да, все хорошо у нас, значит, много народу, все говорят про одно и то же. А потом в какой-то момент на арену выходят тысячи наших выпускников, а у нас есть ассоциация, в которую войдут лучшие. У нас есть сайт, на котором вы будете размещены. И по большому счёту, когда вы будете писать свои публикации, мы будем про вас говорить. Вы просто на контрасте так будете ярко выделяться, потому что астрология, эзотерика очень быстро потеряют сейчас свою актуальность. Впереди год науки и эра науки, биохакинг, биоинженерия, нейрофизиология, эмоциональный интеллект, физиология, психотерапия, наука, вот что будет править в будущем, а не какие-то эзотерические концепции. Давайте дальше. Здесь Артём оставил восторженный отзыв. Скажу как слушатель первого потока. С первого занятия по физиологии стало понятно, зачем, что и как применять из курса физиологии. На модуле ЛОРПКПТ уже становится понятно, как они сочетаются между собой и как применяется физиология. Программа непростая, но очень сильная и хорошо собирается в голове. Артём, спасибо. Это знаешь, кто это? Да, это, очевиднее всего, наш староста. Онлайн-групп. Спасибо, Артём. Ну, я думаю, что если вы хотите, вы можете поговорить с нашими студентами. Вот есть Мария, есть в Инстаграме, вы можете найти ребят, мы их всегда публикуем, их сториз, можете им написать. И у нас нет задачи вам что-то продать. Можете поговорить со студентами, написать им, задать им вопрос, спросить. Нет никаких проблем. Да, Маша. Можно? Можно. Всем добрый день. Меня зовут Мария. Я являюсь студентом первого потока Школы национального интеллекта. И раз так вышло, что сегодня я здесь с вами, я хотела бы с вами, знаете, чем поделиться. Да, много информации. Да, сложно. Но эту информацию вам преподносят так, её разжёвывают так, что не понять практически невозможно. И тут всё будет зависеть только от вас. И когда у вас есть дикое желание, когда у вас горят глаза, то вот эта вот вера в вас, да, вера преподавателей, она бесценна. И поэтому от себя я могу сказать с уверенностью, что это лучшее, что было в моей жизни. Спасибо тебе большое. Ну, ты не обольщайся, у тебя впереди ещё мой модуль и финальный экзамен. Мы ещё посмотрим, да. Может быть, ты через 4 месяца скажешь, я не могу больше на терпе. Отчисляем. Бывает. Примерно 10 человек покинуло наши ряды сначала. Кто-то понял для себя что-то. Но я вам так скажу. Если вы идёте с искренним намерением стать классным консультантом, даже, возможно, параллельно с вашей основной работой, не обязательно рубить все мосты, останетесь на старой работе и ведите частную практику. Почувствуете, что клиенты нарастают, дальше принимаете решение. Но то, что вы сможете консультировать людей и всегда заработать в своей семье на хлеб, это точно. Отчисляем мы, как правило, людей тех, кто понимает, что они не будут работать в профессии или не хотят. Им, конечно же, не очень хочется учиться. Мы не даём диплом в рассрочку. Ещё одно большое наше отличие от других ассоциаций и образовательных учреждений. Мы не продаём корочку. Из серии, ну ты просто числясь, денежку плати, потом тебе корочку пришлют. Мы так не делаем. У нас нет такой задачи заполнить, продать вам корочку. У нас есть задача вас подготовить. То есть вы, возможно, первый раз столкнулись с образованием, где учат людей. Вот я иду в марте учиться в Сколково. Там схожие с нами ценности. И мне приятно, что мы стоим рядом с такими вот хорошими учебными процессами. И будем вместе много чего делать. Я уверен в этом. Потому что мы не про продажу диплома. Мы про людей. Ещё вопросы? Прочитай, пожалуйста. Сейчас. Давай. Здрасте. Я хотела спросить. Вы раньше говорили, что нужно проходить собеседование. Сейчас нужно проходить. Что на собеседовании будет? Да, у нас два этапа. Первый – это видеоинтервью, которое вы присылаете. Там у вас есть заготовленные короткие вопросы. В течение двух-четырёх минут вы на них отвечаете. И мы просто с вами знакомимся в видеоинтервью. Если вы нас удовлетворили сразу, то вам об этом отдел продаж говорит сразу. Дальше вы приступаете к оформлению документов. Если вы вызвали у нас вопросы или уточнения, мы вызываем вас на Zoom-консультацию. И ещё один вопрос. Нужно ли будет как-то подтверждать свой диплом? Если он не российский, то переводим. Нет, я о вашем уже дипломе. Его нужно будет подтверждать или нет? Кому? А, вы имеете довод защищать квалификацию каждые пять лет? Нет, мы не медицинское образовательное учреждение. По секрету всем, естественно, скажу, что мы планируем войти в ряд учреждений, которые позволят нам работать со врачами. И это будет тоже следующий этап эволюции. Но пока что об этом говорит Ранна. Я понимаю, о чём вы, но вы врач? Хорошо. А есть врачи? Врачи есть на этом потоке? Здесь сейчас, в этой студии? Нет. Вот у нас на первом курсе есть врачи. И онлайн, и оффлайн. Для них мы тоже со временем кое-что придумаем. Ещё скажу кое-что. В следующем году, помимо базового курса, будут ещё дополнительные курсы, которых нет в Российской Федерации. И быть не могло пока что. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я фельдшер скорой помощи и сталкиваюсь с такими пациентами фактически каждое своё дежурство. Мне бы хотелось пройти ваши курсы. Диплом как бы не обязателен мне. Что ещё раз? Хотелось пройти ваши курсы? Да, но диплом не обязателен. А как вас зовут? Людмила. Людмила. Спасибо вам за то, что вы фельдшер скорой помощи и каждый день оказываете людям помощь. Я убеждён, что каждый третий вызов это панические атаки или самотоформное функциональное состояние. Всё верно. С одной стороны, я очень хочу помочь всем бригадам и фельдшерам скорой помощи грамотно объяснять, что делать этому человеку. А с другой стороны, мы государственное учебное заведение, которое может зачислить студента на основании определённых параметров документов и выдать сертификат, исходя из его окончания учёбы. Я так понимаю, что фельдшер скорой помощи – это не высшее образование? Нет, среднее специальное. Мы не можем этого сделать при всём нашем желании. Сделать вам курс просто для общего образования мы тоже не можем. Мы всё-таки доп. образование и, к сожалению, только так мы можем работать. Если бы была возможность другая, мы не хотим обходить закон. Мы не хотим просто брать у вас деньги просто так, чтобы вы послушали. Не уверен, что это правильно. Поэтому, скорее всего, надо будет что-то найти альтернативное. Безусловно, мы понимаем, что даже достаточно крупные институты, которые занимаются психологическим образованием, они практикуют такую практику, когда они могут взять человека на обучение даже без высшего образования и потом по окончанию выдать ему сертификат. Просто о том, что он прослушал этот курс. Но мы подобным не занимаемся, потому что это немного кощунственно к тому, чем мы занимаемся. Мы занимаемся непосредственно, возможно, громко сказано, некой реформацией этого образования. И нам важно, чтобы мы постарались минимизировать такое в нашей стране. Потому что там, по факту, никаким образом не... Ну, никак студент не отчитывается о том, что он прослушал. Да, там же нет никакой формы контроля при подобном подходе. Там нет ничего, что может в будущем ну, как-то зафиксировать знания этого студента. В наших выпускниках, когда они получат дипломы, мы уверены в том, что даже если этот человек скажет где-то, что он учился в школе эмоционального интеллекта и психотерапии, нам не будет за него стыдно, и мы будем понимать, что то, что он говорит, это то, что мы продвигали, это научно обоснованная практика, и она... Ну, мы, по крайней мере, стараемся минимизировать подобные случаи. Да, с финансовой точки зрения это, наверное, для нас невыгодно, но я вообще не про цифры. Алексея такая история вполне себе устраивает, поэтому мы не практикуем такое, к сожалению. Но я вам скажу, что в будущем я как раз на данный момент этим занимаюсь, что для врачей даже со среднеспециальным образованием будут определенные курсы, на которых вы сможете получить часть необходимой информации для вашей практики. Но нужно подождать. Эльмира Маратовна не может делать 10 дел одновременно. Нам нужно время для того, чтобы каждый врач с определенным образованием, там, фельдшер скорой помощи, врач с каким-то иным образованием мог поучиться у нас и получить какую-то информацию. Поэтому вам, возможно, чуть подождите. Поступил вопрос, что за законопроект, о котором я говорил об образовании. Этот законопроект лежит уже несколько лет в Госдуме. Он пытается регулировать и правильно, и сертифицировать деятельность психологов. Потому что развелось великое количество, множество психологов, которые занимаются всем, чем только не попадя. И закон как бы признан регулировать, кто чем может заниматься. Если ты врач-психиатр, то у тебя будет перечень то, чем ты занимаешься. Если ты клинический психолог, то-то, то-то. Если ты психолог, то-то, то-то. Если ты психолог-консультант, социальный работник, то-то, то-то. Но психологическое консультирование настолько тесно переплетается с психотерапией, что если убрать у вас психофармакоподход, то никакой разницы никто не проведет никогда. А что касается самого закона, если даже через 5 лет его примут, то нам всем, не только нам, но и всем многим психологам России нужно будет просто пойти и учиться дальше. Ничего страшного в этом нет, это нормально. Просто будем платить государству за лицензию какую-то пошлину ежегодную. Мало кто из психологов платит налоги. Мы только такие идиоты. Пожалуйста. Правда ли, что нельзя дружить со своими пациентами? Нелли, все вопросы как раз таки обсуждаются на обучении. Да, мы здесь не про это сейчас. Мы не про это. Еще вопросы по обучению. Пожалуйста. Сейчас, одну секунду. А вот, Маша. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Большое спасибо вам за всю прослушанную информацию. Все очень полезно, важно. Ну, много чего можно рассказывать, но чтобы сэкономить минутку времени, я перейду к вопросу. Я хотела вас уточнить про блок о маркетинге. Я слышала, мне рассказывали, что он предполагается и насколько важно его приобретение. То есть, как продвигать себя как специалиста. Потому что вопрос, где брать клиентов, он, наверное, актуален для всех. Давайте мы переадресуем этот вопрос преподавателю блока маркетинга. Он вам очень предметно об этом расскажет. Так, еще раз. Давайте с вопроса. Насколько важно приобретать блок маркетинга и для чего вообще нужен начинающийся специалист? Так, смотрите. На самом деле, это достаточно хороший вопрос. Многие задаются им. А насколько действительно нужны знания маркетинга для любого специалиста? Нужны. Нужны, нужны, нужны. Еще раз нужны. Потому что любой специалист, который действительно обладает какими-либо знаниями, всегда сталкивается с проблемой того, а как меня найдут? Через что меня найдут? Через какие сервисы? А как мне писать? А как выкладывать? А как делать свои истории? И так далее. И тому подобное. Чаще всего многие сталкиваются с проблемой того белого листа, либо с проблемой, а как я красиво, некрасиво выгляжу, как я понравлюсь своему клиенту. Вот. Именно все это мы будем разбирать на моем блоке по маркетингу, в котором я вам расскажу, как правильно писать, как быть интересным своему читателю, слушателю, как найти своих клиентов не только через социальные сети, но еще через другие ресурсы, как показать себя с профессиональной точки зрения и доказать свою экспертность. Потому что можно использовать различные форматы, можно использовать различные форматы не только как вы доносите свою информацию, но и как вы себя раскрываете. Потому что если вы не будете раскрывать себя для своих читателей, слушателей, у них все равно будет складываться, знаете, такой некоторый блок по принципу «А насколько он профессионал?» либо «Она?» и «Зачем мне туда идти?» Вот. И все вот эти вот элементы мы разберем на нашем факультативном вот этом блоке, седьмом, да, маркетинг для специалистов в социальных сетях. И я думаю, что многим это будет полезно. Клиентов вы найдете, я думаю, что действительно даже в процессе обучения, потому что там есть некая информация и сервисы, которые вам могут напрямую сразу дать клиентов, да, а какие-то могут быть более долгосрочные, потому что выстраивание, скажем так, личного бренда это процесс небыстрый. И для того, чтобы вы действительно понимали, зачем вы туда идете, то могу сказать так, будут клиенты, которые придут сразу, а будут клиенты, которые будут работать как неким сарафанным радио в социальных сетях, там, да, там, Ютубе и так далее. Вот. Поэтому мы все это будем разбирать и я думаю, что у нас будет группа создаваться из 30 человек очно и порядка 50 заочно. Объясню почему. Потому что в конце каждого блока и каждого занятия я буду давать домашние задания. Домашние задания я буду проверять лично, а так как у нас получается примерно через день, мне еще нужно их все проверять. А это получится, что после дня учебного я буду садиться за ваши домашние задания предыдущего дня. И я буду проверять по 80 домашних заданий ежедневно, для того, чтобы этот курс был таким, знаете, неким тандемом и спринтом, как с вашей стороны, так и с нашей стороны. Но после окончания блока, не думайте, что вся информация пропадет и прочее. Мы с Алексеем Юрьевичем обсуждали данную информацию и решили сделать некий чат-комьюнити, что все студенты, которые прошли блок по маркетингу, остаются примерно на 2-2,5 месяца в Телеграм-канале и будут задавать мне дополнительный вопрос, на который я буду отвечать ответы. Это будет либо аудиосообщение, либо это будет текстом, в зависимости от того, насколько будет объемный ответ. И на каждый вопрос вы получите ответ, и он будет именно мной дан. То есть это не будет какие-то модераторы, какие-то кураторы и прочее. Это буду говорить только я, с профессиональной, либо с какой-то эстетической, профессиональной и другой сферы. Поэтому надо, 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 иначе никто никогда не узнает. Спасибо. Что-что? Начинается параллельно с обучением или в авганске? Нет, это будет являться неким факультативом, и мы приняли решение перенести блок по маркетингу, потому что все студенты первого потока, которые уже идут, они столкнулись, знаете, с такой некоторой проблемой того, что они, ну, могут не успеть просто и боятся не усвоить информацию. Поэтому мы приняли решение перенести его на февраль, и первая дата это 7 февраля. обучение психолог-консультант тревожно-фобических расстройств, вы уже можете применять свои знания по маркетингу и уйти уже сразу в параллели, потому что некоторые наши студенты, они уже в процессе обучения, они уже занимаются тем, что они уже выкладывают некую какую-то информацию, потому что там есть уже действующие, да, там психологи, психотерапевты, либо врачи, и они ее уже сразу доносят до своих читателей, слушателей, и вот если мне не изменяет память, уже некоторые студенты даже нашли своих первых клиентов, которые пошли к ним на терапию, потому что, как сказал Алексей Юрьевич, любой наш клиент, ой, точнее, любой наш студент, простите, он уже имеет право практиковать. Ну и мы их поддерживаем, соответственно, в социальных сетях тоже. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Все, спасибо. Знаете, можно быть овер дофига умным, но если о тебе никто не узнает, то кому нужен твой ум? Поэтому моя политика заключается в том, что мы должны соблюсти такую золотую середину. Мы должны и сделать вас талантливых консультантов, и научить вас показывать себя и не бояться про себя говорить. Я знаю очень много неплохих мальчиков и девочек в психотерапии, которые боятся говорить о себе публично. И блок маркетинга поможет вам не бояться заявить о себе, что вы действительно можете помочь людям. Это важно. Иначе они вас просто не увидят. Дальше. Здесь нет. Ну, давайте тогда заканчивать. Отдел продаж вас ждет. Онлайн отдел продаж вас тоже ждет. Мы начинаем в апреле. Что еще? Если кто-то хочет сфотографироваться и прикоснуться ко святыням, да, но у нас юмор такой, то вот у нас есть пресс-вол, и мы там сейчас пофотографируемся с Элей и со мной. Спасибо, что приехали. Спасибо, что смотрели онлайн. Мы вас ждем в наших стенах. Будет очень интересно и полезно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.